Витаю всех на фабрице новин. Мене зовут Насия Федор и моя гость сегодня Ольга Курносова. Это политический аналитик и главная редакторка портала After Empire. Здравствуйте, Ольга. Витаю. Отже, начнем давайте с Путина, потому что издание агентства делает такой вот вывод, что президент России вернулся к образу жизни, который вел до начала избирательной кампании. Он перестал покидать Кремль, свои резиденции. Пишут, что за последние две недели Путин не провел ни одного выездного мероприятия. А со старта избирательной кампании и до 20 апреля Кремль сообщил о сотне выездных событиях с участием президента. Что случилось? Почему вдруг вот так все остановилось? Тем более мы знаем, что сегодня много проблем по всей России. Там и наводнения, и потопы, и люди без жилья. Наверняка было бы хорошо куда-то ради картинки приехать, там, не знаю, на каком-то вертолете, пролететь вдоль каких-то регионов, в которых есть проблемы, чтобы хоть какую-то поддержку сегодня людям высказать. Что случилось? Означает ли это, что и в дальнейшем Путин больше не собирается никуда ехать и выезжать? Дедушка утомился. Все-таки возраст, так много нагрузки было во время предвыборной кампании, а дальше уже сами работаете. С одной стороны, с другой стороны, надо понимать, что сейчас идет очень активная деятельность, такая подковерная. Потому что после инаугурации, которая состоится 7 мая, будет переназначение правительства. И разные люди бегают к разным близким, к Путину, другим людям и пытаются протолкнуть тех или иных, собственно, человечков на те или иные должности. Плюс еще параллельно идет такая же возня с переназначением губернатора. И, собственно, по большому счету, вот этой кулуарной возней заняты как люди в ближайшее окружение Путина, так и он сам. Я думаю, что многие решения еще окончательно не приняты. И вот до 7 мая, до инаугурации, основная деятельность идет именно вот в этом подковерной борьбе, подковерной драке. И, собственно, ее результаты мы уже узнаем чуть позже, когда нам предъявят новый состав Кабинета министров. Но пока такое ощущение, что все игры, которые направлены на людей, больше всего здесь, так понимаю, россияне должны сегодня переживать, потому что пока видим такие вот разные ограничения. Роскомнадзор, наверное, внедрить систему такую в Телеграм, Ватсап, Вайбер, чтобы получить возможность прослушивать звонки под предлогом борьбы с телефонным мошенничеством и тому подобное. Вот здесь, если говорить о борьбе против людей, как такая она может быть сегодня. И вот часто вижу, пишут разные россияне, те, кто боятся выступать публично, но они в России пишут, даже бывает в сообщении мне, что сегодня вот в России началась какая-то очень жесткая борьба против людей и пропадают люди. То есть, ну, было еще до выборов как-нибудь более-менее, но вот именно сейчас борьба усилилась. А кого ищут? Зачем сегодня Путину направлять вот все эти методы борьбу против самих людей? Неужели все так хорошо и все так гладко у него, скажем так, в ближайшем окружении? Ну, во-первых, мы предсказывали с вами, что ситуация ухудшится после выборов. И с точки зрения репрессий, и с точки зрения мобилизации, и со всех точек зрения, все то, что было непопулярно и откладывалось до после выборов, после выборов оно может легко себе происходить. И по большому счету в этом ничего удивительного нет, это очень ожидаемо. Что касается ближайшего окружения, то ближайшее окружение тоже должно, наконец, уже ожидать репрессии, потому что рано или поздно все люди, которые написали хоть пол-слова, хоть вышли когда-нибудь в жизни с пустым листком бумаги куда-нибудь, или пришли и положили цветы на кладбище, на могилу Навального, вот такие люди уже закончатся, а кого тогда сажат? Будут сажать, естественно, в ближайшее окружение. Никогда иначе в диктатурах не бывало. В диктатурах всегда начинаются разборки внутри ближайшего окружения, потому что битва за лояльность, она происходит не столько где-то там внизу, среди обычных граждан. На них, по большому счету, в диктатуре не очень сильно есть дело. А вот среди ближайшего окружения, если кто-то есть чуть менее лояльный, вот тогда-то его точно надо куда-то там либо законопатить, либо вообще смертную казнь, мораторий снимут и вперед, значит, он просто расстреливает пачками. И по большому счету, если Путин будет оставаться, и пока Путин будет оставаться у власти, перспектива у граждан России только такая, другой перспективы у них нет. Также есть у Путина еще одна проблема. Сегодня мы наблюдаем за той помощью, которую нам дают наши западные партнеры. Это Америка, которая наконец-то проголосовала за помощь. Это Великобритания, которая дает рекордный, максимальный пакет помощи за всю историю помощи Украине. Также это Атакамсы, которые, кстати, также сегодня нам прогнозируют, причем те, что дальнобойные, ракеты. Вот здесь как можно может ощущать или прощупать сегодня вот эту всю ситуацию в Кремле? Что думают, что говорят, не знаю, готовят ли что-то больше, чем они могут? Потому что реакция, если смотреть на пропагандистские паблики, она очень такая бурная, и видим, что они запереживали сегодня. Ну, конечно, запереживали. Им-то казалось, что уже игра сделана. Они были уверены, что вот все, уже их эмиссары проехали по всем странам, всех убедили, что нужно... Единственный способ достичь перемирия – это максимально уменьшить количество оружия, которое поставляется в Украину. И если вы хотите, чтобы что-то было хорошо, надо же идти в эту сторону. И им казалось, что у Америки свои резоны, там вообще выборы на горизонте, и позиция Трампа им казалась непоколебимой. И тут вдруг внезапно все изменилось на 180 градусов, и быстрое голосование в Конгрессе. И я надеюсь, что сегодня вечером мы получим голосование в Сенате, а там и до подписи Байдена уже будет совсем недалеко. А после этого уж все, что нужно, лежит на складах в Европе. Поэтому ожидать вооружения можно в течение дней, даже не недель, уж тем более не месяцев. И на это, конечно, в Кремле никакого расчета не было. Это такой очень холодный душ, который внезапно настиг, и вот все их вопли сегодняшние связаны, конечно, с этим. Потому что они были уверены, что им удалось убедить, ну, тех, с кем они пытались вести переговоры, о том, что нужно перестать в таком объеме и помогать Украине в таком все помогают. Также сегодня в России распространяют информацию, якобы, что возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику. И, мол, в Европе это понимают, что это делать нельзя, но все же делают. Вот как думать, эта информация, на кого она рассчитана? Ну, наверняка, не на европейцев, которые точно знают, что они делают, не на украинцев, да, не знаю, а на кого? Вот на внутреннюю аудиторию? Ну, наверное, на самих себя, потому что, ну, по большому счету, внутренней аудитории тоже, мне кажется, не сильно-то есть дело, да, каких-то там зарубежных активов Российской Федерации. Внутренней аудитории больше есть дело на то, что их затапливает, а всем на это наплевать. И не собираются ни финансово помогать, ни, собственно, ни как-то защищать их от этого наводнения. И только те, кто сам сумел самоорганизоваться и построить плотину самостоятельно, смогли от этого наводнения уберечься. И, по большому счету, вот внутренней аудитории должно постепенно становиться понятно, что единственный способ достигнуть чего-то лучшего, это самим устраивать свою жизнь. А от этой простой мысли уже совсем недалеко до второй простой мысли, что для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, нужно избавить ее от Путина. И вот это уже, конечно, не может не волновать Гремль. Именно поэтому вот тем людям, которые сами понастроили себе дамп, начинают угрожать, что они типа разрушают государство. То есть ты спасся, и тем самым, собственно, угрожаешь государству. Потому что от этого государства, этому государству тебе нужна единственная жизнь, чтобы ты был готов всегда отдать свою жизнь, свое имущество на благо этого самого государства. А что такое государство? Это, как мы помним, это Путин. Кстати, ну там уже находят виновных в наводнениях. И вот пишут российские СМИ, что Кремль может, например, отправить отставку губернатора Оренбургской области из-за ситуации с паводком. Здесь интересно, а поможет ли это людям, да, те, которые сегодня потеряли дома, потеряли имущество. И как мне известно с разных российских пабликов, как говорят люди из России, что не всем даже положены выплаты. Вот здесь насколько важно искать виновных. И хоть кто-то, как думаете, мог подумать о том, что все-таки виноват не каждый губернатор каждой области, которыми, к слову, управляет Путин. Ну а может проблема где-то выше стоит? Ну, по большому счету, конечно, в такой ситуации попытаться найти козла отпущения, это важно. И то, что могут искать их уже даже в губернаторских креслах, а не в креслах мэров, но это признак того, что как-то у власти подгорает очень сильно. И, да, попытка... Ну, мне кажется, могут не просто отправить в отставку губернатора, а это будет просто уголовное дело, потому что надо какую-то очень яркую, такую пиаровскую акцию провести, чтобы люди начали говорить об этом, вместо того, чтобы спрашивать, где наши деньги. Почему вы ничего не делаете для того, чтобы нам компенсировать наши убытки? Почему вы ничего не делаете для того, чтобы нас спасти, чтобы восстановить наши дома и так далее и тому подобное? А если мы посмотрим те суммы, которые предлагаются компенсации, то это просто куром на смех. Я уж не говорю про решение, я уж не помню, какого законодательного собрания, где решили в качестве помощи закрепить в собственности человеку, у которого затонул дом, его, собственно, земельный участок. Ну, я, конечно, понимаю, денег-то давать жалко, а вот, ну, хотя бы там с фаршивой овцы, хоть шерстикло, мы вам хотя бы ваш же участок закрепим в собственности. Поэтому все деньги на войну, а на обычных людей, которые живут на земле, и которые остались без домов, без крыши над головой, на них-то точно денег. Еще одна тема, которая время от времени появляется в СМИ, это тема кадыров. По данным новой газеты Европа, в январе 2019 года главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы, а весной 2022-го его здоровье стало стремительно ухудшаться. Также писали СМИ и о том, как у него изменилась речь, что он плохо себя чувствует, как он надевается. Когда-то же сильно тепло, и одежда у него все равно такая теплая, мол, так же может говорить о том, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну и тем временем, пока эти новости появляются, кадыров пытается их как-то объяснить. То он выкладывает видео, что он живой, и говорит, что все нормально, то вот после последней информации он еще и показал фото якобы из спортзала, видео, где он тренируется. Вот тема кадырова, сколько она сегодня важна в России, и можно ли сказать, что он держится из последних сил. И если не кадыров, то кто? Его дети, кому Путин еще мог бы так же самодоверять? Ну, как мы видим, уже предлагается целый список возможных преемников кадырова. И по большому счету, действительно, тех людей, которые в разном участвовали от руководства подразделения Махмат, от участия в войне с Украиной, до убийства Немцова. То есть, как бы там верные пехотинцы, как себя называет Кадыров, верные пехотинцы Путина, там есть, и по большому счету, это как раз люди, которые готовы выполнять по указанию Кремля самые грязные поручения. И такие люди остаются в Чечне, так что я не думаю, что со смертью Кадырова или с его там тяжелой болезнью, когда придется его отправлять в отставку, ситуация сильно поменяется. Другое дело, что мы прекрасно знаем, сколько чеченцев находятся за границей, мы прекрасно знаем, что свою власть Кадырова устанавливала огнем и мечом, просто уничтожая своих политических оппонентов. Поэтому, конечно, после Кадырова ситуация может поменяться, ведь в Чечне такое плановое общество, плановая республика, и в этом смысле непонятно, представители какого клана может возглавить республику и каким образом перераспределяться силам. Как мы знаем, кровников у Кадырова достаточно и тех людей, которые думают о будущем республике, в том числе и тех, кто живет сейчас в эмиграции, тоже много. Так что, мне кажется, с уходом Кадырова ситуация может стать очень и очень непредсказуемой. Раньше мы все думали, что войска Кадырова, они такие как элитные считаются, потому что Кадыровцев не часто можно встретить на передовой, и потом говорят, также украинские военные. Но здесь Британская разведка пишет еще одну информацию, что для московской элиты создали такое специальное подразделение вдали от фронта, там они могут безопасно демонстрировать приверженность Кремлю. Туда входят, по меньшей мере пишут, 10 членов партии «Единая Россия», сыновья кремлевских VIP-персонам. Он также сообщает, что зачисленным VIP-персонам предоставляются дополнительные средства защиты. Здесь также непонятно, зачем защищаться вдали от фронта, но о чем это говорит? Что это за люди? И насколько выгодно сегодня Путину удержать еще вот такое подразделение, на которое, наверное, нужно же также деньги выделять, как-то обеспечивать? Ну, смотрите, сначала эту функцию выполнял Пригожин, потому что некоторых деток он зачислял, собственно, в Вагнер и обеспечивал им такое пиаровское прикрытие, как они якобы воюют, то есть и видео можно снять, и фото снять, но с убийством Пригожина, с уменьшением, с резким сокращением роли Вагнера, ну уж тем более невозможности предоставлять те услуги, которые мог предоставить Пригожины, но, что называется, святое место просто не бывает. Я напомню, что в своем выступлении перед Федеральным собранием Путин же говорил о том, что новая элита должна быть из тех, кто воюет. Ну, соответственно, значит, если детки хотят какой-то карьерный рост, им нужна вот эта самая военная биография. Ну и вот вам, пожалуйста, если нужна такая военная биография, мы вам быстренько ее нарисуем. Что касается обеспечения, я не удивлюсь, если обеспечение этого спецпоразделения может быть и на частные средства, потому что выполняет важную роль для высшего чиновничества. Так что, наверное, можно наскрести на него и по сусекам, и самим профинансировать. По крайней мере, муж Блиновской, который тоже внезапно в это же самое подразделение поступил, я думаю, у него есть средства для того, чтобы свое присутствие там оплатить. Тем временем Путину сегодня нужны люди, в любом случае, те, которые смогут воевать. И Зеленский повторил свой прогноз о том, что Россия до 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военных. Но что еще интересно, вот там есть же проблема также и с приезжими уже сегодня. И здесь я вот не понимаю, насколько России выгодно сегодня, например, забирать права в тех, кто сегодня приезжает, особенно после теракта к Рокус-Сити. Пишут сегодня даже разные соцопросы, что в России такие вот антимигрантские настроения. Мы знаем, что многим там запрещают работать в такси и разных других сферах, но вместе с тем Путину уже не хватает людей. Как можно сопоставить эти факты? То есть с одной стороны там есть такие вот учащения права тех, кто приезжает, а с другой стороны Путину нужны руки. Вот как это понимать? Или все же он найдет людей при любых обстоятельствах и может себе позволить вот даже такие вот бесправные действия? Ну, дело в том, что тут, к сожалению, действительно он не может сделать все одновременно и тут нужно выбирать. И по большому счету тот градус ненависти, который все время льется на людей с экранов телевизоров, он вот этот оно не может уходить в песок. Градус ненависти он повышается, повышается и повышается. И собственно так как украинцев в России не так много, чтобы их можно было ненавидеть каждый день, надо ненавидеть хоть кого-то. Амигранты вот они, пожалуйста, под рукой и поэтому так сказать ненависть и ксенофобия естественно будет повышаться, потому что достаточно включить ну хотя бы любое выступление Соловьева, как, ну так сказать, если у тебя нет каких-то внутренних предохранителей, которые заставят тебя выключить это выступление через три секунды после его начала, да, если все это время все это слушать, то действительно ты можешь немножко поехать пухой, и тебя вот эти настроения настигнут. Безусловно, это будет создавать проблемы, это будет создавать проблемы в первую очередь с трудовыми ресурсами, потому что люди уходят на войну, мигранты уезжают, и работать просто становится некому. И что делает в этой ситуации Кремль? Ну, очень просто. Они собираются привлекать к работе подростков, начиная с 14-летнего возраста. Поэтому, ну, он найдет, так сказать, кого использовать. Ну, на фронт их, конечно, послать нельзя, но к станку поставить можно, и поставят. Есть еще одна проблема, это пропутинские политики в Европе, ну, во-первых, здесь премьер-министр Венгрии Орбан дает вот такой прогноз, что война в Украине может быть закончена к 25-м году, он называет условия, что если в 24-м на июньских выборах в Европарламенте и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, которые выступают за мир, а не за войну. Ну, здесь также можно спорить и спрашивать, а кто сказал, что сегодня Байден за войну и что Трамп будет за такой мир, который выгоден Путину, это другой вопрос. Но также еще есть такой звоночек, что Будапешт может блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 миллиардов евро. Об этом говорит министр иностранных дел, и он называет факты, то есть такие российские нарративы, что якобы в Украине еще есть дискриминация венгерских компаний. Как сегодня можно понимать ситуацию с Венгрией? Можно ли говорить о том, что Путин все же пытается по своим каналом прогнуть под себя и Орбана и других политиков в Европе, но и мы помним, что ранее также была информация о том, что будут блокировать, но все же помним, что голосование состоялось, помощь выделили Россию, все было хорошо. Вот как сегодня может быть ситуация в этом направлении? Я думаю, что все продолжится так, как оно шло. Орбан все время говорит какие-то пророссийские вещи, потом получает от Евросоюза деньги и голосует так, как надо. Я думаю, что такая формула будет и дальше выполняться. Другое дело, что скоро Венгрия будет возглавлять некоторое время Евросоюз и, соответственно, чисто по процедурным моментам они могут какие-то голосования пытаться замотать. И в этом смысле я думаю, что все в Евросоюзе это сами прекрасно понимают и попытаются до начала председательства Венгрии все нужные решения принять и все необходимые средства выделить и соответствующее вооружение поставить. Все большие девочки и мальчики все понимают и все нужные решения будут приняты. Все-таки очень важно, что Конгресс проголосовал в Соединенных Штатах так, что ситуация все-таки пока развивается более-менее благоприятна. тем временем Зеленский сегодня призывает и делает такое предложение авиации стран НАТО сбивать российские ракеты. Об этом также речь шла уже не раз. Сегодня видим, что есть такие звоночки, как Польша, которая уже поднимает авиацию, когда в Украине воздушная тревога. Так думайте, есть какие-то еще сегодня красные линии, тем более после вот таких вот численных пакетов помощи, которые дают и Штаты, и Великобритания, и другие страны. Может, пойдут на такое предложение или все же сегодня есть какие-то еще опасения? Мне кажется, давно пора, потому что если ракета залетает в воздушное пространство, ее нужно сбивать. Это такая достаточно очевидная, на мой взгляд, вещь. И это было бы очень важно, потому что ведь мы знаем, что Кремль многие вещи просто проверяет. то есть они сначала пробуют, когда непонятно какая вода в море, ты сначала ногой пробуешь, а потом думаешь идти купаться и все-таки подождать. Точно так же и Кремль. То есть сначала у них слегка ракеты залетят, а потом улетят и посмотрят сбивают или нет. Так что показать, что никто не может вторкнуться в воздушное пространство своей страны, это очень важно. Я надеюсь, что Польша это понимает и соответствующие решения будут приняты. Тем более, что очередные выборы, уже второй тур местных выборов прошел, и какие-то политические вещи сейчас уже не должны удерживать правительство от принятия необходимых решений. Тем более, после той истории, когда в Польше были задержаны исполнители нападения на Леонида Волкова. Поэтому, что называется, каждая такая история должна показывать, что надо быть очень осторожным, потому что российские, не только, российская агентура есть и в Польше, как мы видим. По поводу Польши, было такое очень яркое заявление Джей Дуде, который сказал, что Польша готова разместить практическое ядерное оружие, там, правда, потом поспорили уже внутри Польши между собой, что не надо пока делать таких поспешных выводов и говорить такие громкие заявления, но все же Польша это сказали. И сегодня уже издание The Sun, например, пишет, что Россия и НАТО идут к ядерному конфликту и что дальше что-то будет. В Кремле также комментируют, что интересно, в последнее время в Кремле говорят о том, что сегодня все больше страны Балтии, Польша демонстрирует, что они играют решающую роль в войне против Украины, а не якобы Штаты. Вот как думаете, такие заявления Польши дают ли четко понять России, что все готовы, что сегодня нет никаких уже красных линий и может ли это быть таким себе предупреждением для Путина, что не надо доставать свою ядерную кнопку всем показывать очередной раз, потому что все могут это показать. Абсолютно верно. По большому счету, почему такие заявления звучат в Польше или в странах Балтии, потому что все прекрасно помнят, что было во времена Советского Союза. Польша помнит даже то, что было раньше во времена Российской империи. Ну и, кстати, и страны Балтии помнят то, что было раньше во времена Российской империи. Поэтому все прекрасно знают, что если не показать свои возможности, то империалистическая политика России может и на эти страны распространяться. Сегодня Украина, завтра Польша или страны Балтии. Поэтому нужно заранее говорить, нет, мы не дадим себя в обиду, мы у нас серьезные вооруженные силы, и мы готовы в том числе разместить у тебя и тактическое ядерное оружие, чтобы никому было неповадно даже думать о марше на Варшаву. А ведь такие слова от российских пропагандистов не звучат в их эфирах, поэтому зачем-то они об этом говорят, ведь никак не могут замолчать. Тем более уже стало известно, что Россия перебросила на границу с Финляндией комплексы тактического ядерного оружия. До этого мы помним историю с Беларусью, пока непонятно чем закончилось, потому что есть разные предположения, что кто-то говорит, что она уже в полной боевой готовности, кто-то говорит, что там есть какая-то часть, но оно не работает. Но все же, вот такое перемещение России, этого ядерного оружия, пускай тактического, оно больше говорит о том, что Россия готова, или все же они пытаются также со своей стороны напугать. Но здесь также главный вопрос экспертов, даже пусть Россия пугает, никто не знает, сработает ли оно. Вот здесь главный вопрос. Ну, знаете, как бы если на это не отвечать, мы помним, что было перед 24 февраля 2022 года. Тоже все считали, что Россия пугает, что ничего не будет, и поэтому какого-то жесткого предупреждения, что не надо, это плохо закончится, ведь не было такого жесткого предупреждения. Все говорили, да, Путин просто пугает. И надо учиться, в том числе на обшивку, которые были сделаны в начале 2022 года, когда никто, ни Соединенные Штаты, ни другие страны Евросоюза не сказали, не вздумай, потому что мы будем помогать Украине изо всех сил. Так что я считаю, что все правильно делают, и надо говорить обо всем, о возможностях противостояния уже сейчас, чтобы эти попытки запугать не приросли во что-то другое. Ну и самая главная дата, наверное, пока на ближайшее время для Путина, это 9 мая. Зеленский накануне подтвердил, что Россия хочет захватить часа в Ярд до 9 мая. Правда, непонятно, как он будет эту победу предоставлять россиянам. Не знаю, будет ли он об этом говорить в каких-то обращениях. Тем более, что россияне наверняка не знают этого названия и не знали никогда раньше. Но также видим, что по состоянию на сегодня 5 областей России и Севастополь отказались от парада на 9 мая. Все же, это день для Путина. Чего ожидать? И можно ли говорить, что Путин будет говорить о победах, даже пусть это часом яр, если вдруг, не дай бог, хотя Зеленский предполагает, что мы выдержим. Как это он будет предоставлять? Что нужно сказать Путину сегодня народу, учитывая то, что он уже и, в принципе, выезжать перестал за границы своих резиденций? Что будет говорить? Какой главный месседж? Ну, мы же каждый раз перед 9 мая думаем, а что будет говорить Путин на это 9 мая. Мне кажется, ничего особенного, опять эти общие слова, опять о противостоянии Западу, опять о том, что только мы всех победили и никто больше. И только мы должны решать, как жить на той территории, которую мы контролировали, и что нужно вернуться к реалиям 45-го года и к разделу мира 45-го года. Мне кажется, ничего более конкретного он говорить не будет. Это все та же самая жвачка. Что касается того, насколько они будут бояться вообще находиться на Красной площади. Ну, вы же знаете, там то воздушный парад отменят, то еще что-нибудь. Я думаю, что в этом году страхов будет еще больше, чем в году прошлом, потому что беспилотники летают гораздо дальше. И я думаю, что, конечно, это такое будет очень для тех, кто обеспечивает безопасность Путина, я думаю, будет очень волнительная история. Хотя я бы на их месте, наоборот, воспользовалась бы этим, чтобы наконец-то, так сказать, от Путина избавиться. Но это я бы на их месте. Вряд ли они так думают. Что ж, благодарю вас, Ольга. Будем так же вместе с вами наблюдать, что уже будет и 9 мая, и дальше с российским режимом. Благодарю за важный разговор и за анализ всех ключевых событий. Всего хорошего. Друзья, Ольга Курносова была с нами. Это политический аналитик и главная редакторка портала AfterEmpire. Дякую вам также, что смотрели до конца. Будь ласка, ставьте подобные, пишите ваши комментарии. Ну и, звестно, бережите себя каждый. Субтитры подогнал «Симон»